СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ — Хочется поздравить гостей нашей студии с Новым Годом. — С Новым Годом. — Вот так необычно, но с Новым Годом. — Роша Шана Това. — Да, поклонники программы, те, кто слушает, и в записи на нашем сайте хкиров.ру, либо в прямом эфире по пятницам в это время знают, что наши еврейские друзья уже были у нас в студии. По-моему, даже не единожды говорили про Роша Шана, еврейский Новый Год. Почему поздравляю? Потому что вот-вот он свершится опять. — Алла Новикова, председатель Совета учредителей еврейской национально-культурной автономии города Кирова. Алла, добрый день. — Здравствуйте. — Ей компанию Али составляет Андрей Брезгин, магистр религиоведения, преподаватель Туры. Андрей, здравствуйте. Спасибо, что снова с нами. Но давненько был, конечно, наш разговор, я имею в виду, про Новый Год. Давайте хоть в двух словах напомним, что это такое, как отмечается, в чем смысл. В этом году, плавающие даты, насколько мы помним, в этом году Роша Шана, еврейский Новый Год, придется на 9, 10 и 11 сентября. Так, Витя? — Да, мы об этом поговорим, но я хотел бы спросить вас, вы знаете, почему евреи празднуют осенью Новый Год? — Если мы об этом и говорили, то я забыл благополучно. Напоминайте. — Да, потому что осенью елки дешевле. — Практическая польза есть у евреев во всем, да? — Это же самые практичные люди на свете. — Да-да-да. — В сентябре в этом месяце Роша Шана — это не единственный праздник, и мы сегодня больше сосредоточимся еще на одной дате под названием Йом-Кипур. Правильно я произношу Йом-Кипур? Но все-таки давайте про Роша Шану немножко. Как будете праздновать? Основные какие-то традиции, связанные с Новым Годом? — Нужно сказать, что изначально у еврейского народа Новый Год праздновался не в это время, а в Писании упоминается, что он должен был начинаться весной. Это Песах на это время приходится. — Как у древних славян, в общем-то, тоже ведь весной делал-то было раньше. — Да, но у очень многих народов именно весной праздновался Новый Год. — А вот и у древних народов. — Здравствуйте, Азиз Алиевич, приветствуем. — Здравствуйте, здравствуйте. — Здравствуйте. — Мы, Азиз Алиевич, введу у вас курс дела. Понятно, что Йом-Кипур у нас сегодня. — Я уже слышал Новый Год. — Йом-Кипур — основная у нас тема сегодня. — А почему именно Йом-Кипур? Это, в общем-то, даже, я бы сказала, это не совсем праздник. Это очень серьезная просто дата. — Ну, это считается праздником, да. — И суккот, простите, суккот еще приходится. — Вот это праздник. — Ну, а мы начали с Нового Года, чтобы не забывать, Азиз Алиевич, можете поздравить наших гостей. С Новым Годом. — С Новым Годом. — С Новым Годом, да. — С Новым Годом. — Так, Андрей, да. — И вот праздновался он в начале весны. Но дело в том, что потом еврейский народ был уведен в Вавилонское пленение. Там традиция изменилась. И вот через некоторое время стали праздновать осенью. Но просто очень важный месяц седьмой. Мы знаем, что в еврейской традиции вообще семь цифр, она важная. Например, там, седьмой день, седьмой месяц, седьмой год. — Почему? — Число совершенства, число завершенности. — Некоторые считают семнадцать числом совершенства. — Ну, вот дело в том, что... — После семи идет восемь, а восемь — это бесконечность. — Да, в Писании все-таки именно число семь обозначено как число совершенства. И вот семь на семь, да, максимально, как бы, это юбилейный год, пятидесятые, да. — Сколько смертельных грехов-то? — Ну, это католическая традиция. Там дело в том, что во многих традициях этих семисмертных грехов нет. Вот в еврейской традиции я, например, о семисмертных грехах ничего не слышал. В принципе, за... — А сколько грехов смертных есть в еврейской традиции? — За любой грех, плата, смерть. Вот это положение такое. — Вот так, за любой грех? — За любой грех. Обманули — добро пожаловать в ад. — Ой, все сурово. Так, ладно, не отвлекаемся, время экономим. — И потом... — Дорожим вернее. — Да, начинается празднование вот именно в седьмой месяц, то есть когда начинается седьмой месяц, это первый день месяца Тишрей, вот, а раньше празднование приходилось на Авиф или потом позже он назывался Нисан. И это обозначено в Писании как очень-очень важный день, это в книге Левит, 23 стих, 23 главы. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник Труп, священное собрание, никакой работы не работайте, приносите жертвы Господу. И вот еще по-другому этот праздник называется Йом Труа. Труа — это... — Это как французское какое-то. — Ну, созвучно. — Созвучно, я тоже когда слышал, мне всегда почему-то казалось, что да, такое какое-то как будто бы французское влияние. На самом деле Труа — очень древнее понятие еврейское, это трубить в рог, в шафар, в трубу, но... — Это глагол, в общем, такое слово, да? Что делать? — От глагола, да, но дело в том, что более древний вариант, это мог произноситься Труа, это такие беспорядочные крики, восклицания. Это, по сути дела, день обращения к Господу. И вот сейчас это праздник труб, когда целый день практически должен звучать шафар, считается, что нужно где-то протрубить порядка 100 раз за день. И вот название Рошашана — начало года, или вот в более таких древних значениях, это чаще всего голова, это начаток, тоже очень важное понятие. — Начаток. — Да, начаток, начало, голова. — Да, вот в пиктограммах древних, которые предшествовали письму, это изображалась практически упрощённая голова. И понятие начала тоже очень важное в еврейской культуре, и мы знаем, что еврейская культура очень сильно привязана к культуре Писания. Вот даже само Писание вообще, Библия, да, у нас начинается практически с этого слова, берешит, то есть Рош, вот это, глава, начало. — В начале, и вот это слово, оно стоит практически первым. И здесь происходит начало года, то есть это очень важное время. Почему важное? Потому что ты определяешь себе жизнь на весь следующий год. — А слово Рош переводится? — Да-да, Рош, это вот, даже в иврите в современном, это голова, Рош, про всё право. — А Шана? — Год. — А, это предлог. Как в английском «there», или в немецком «der», например, да? То есть, как он называется там этот? — Артикль. — Артикль. — Вернее, определённый артикль. Да-да-да, это определённый артикль. И Шана — это год. — Год, да. — Глава года. — Глава года, да. — Глава года. — Глава содержит в потенции весь, например, год или всё начало содержит потенцию всего целого. Поэтому очень важно разобраться со всеми своими делами в этот период. И в этот момент, в это время активно обращаются к Богу. Почему там трубы, почему вначале это восклицание. Восклицание не просто так восклицание, да? Восклицание, как обращение к Богу. Потому что считается в еврейской традиции, что в это время, именно в эти дни, Бог составляет вам расписание на год. Он составляет список, как будет ваша жизнь выглядеть. Может быть, вы умрёте. Может быть... — Не хотелось бы, конечно. — Да, там, может быть, у вас будут какие-то финансовые несчастья. Но это то, что может быть. Но если вы будете взывать к Богу, то Бог может весь этот список составить в вашу пользу. — Ну вот ты воззвал к Богу вначале и так далее. А дальше зачем люди молятся еженедельно? Вот воззвал, твою судьбу определили вначале. — Да, это вот точно связано всё. — И дальше зачем надо ещё молиться-то, если и так уже как бы Всевышний тебе уже предопределил на год. Начало положено, и ты пошёл. Какой смысл ещё там по субботам или когда там евреи? — А, вы имеете в виду в течение года? — Да, в течение года. — В течение года ещё смысл-то какой? Раз всё предопределено, и поехали, за год всё определился, помолился. В начале года как следует. — Это про шаббат. — Ну, я понимаю, что глобальные планы составляются, но тут вы уже по шаббатам вносите возможные корректировки. — Ага, всё-таки Бог позволяет вводить некие корректировки. — Прости меня, я поторопился в прошлый раз. Сейчас я тебе не хочу внести небольшие корректировки. — Ну, даёт возможность. — Вы просите наши, как бы, вот это немножко, может быть, ироничное, так сказать, комментарии по этому поводу. — Ну, мы же люди, у нас земное начало всё-таки. — Да, но дело в том, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И у Бога есть такая черта — это свободная воля. Больше ни у какого творения свободной воли нет. — Это ведь очень хорошая вещь. А у людей есть свободная воля? — Вот у людей, в том и отличие от всего творения, что у людей есть свободная воля. — У людей есть свободная воля, и Бог это позволяет, да? — Да, и поэтому очень важно, как вы выстраиваете отношения с Богом. Поэтому Бог может в отношении вас разные вещи корректировать. И вот в Новый год вы взываете, и не просто взываете, да, а дальше следует обращение с покаянием. То есть вы просите прощения за все грехи, которые вы совершили. Потому что, ну, какой смысл в отношении вас принимать хорошее решение, если вы, ну, честно говоря, там, допустим, не очень хороший человек. Поэтому... — Ну, а если я хорошо помолился, несмотря на то, что я не очень хороший человек, пошел хорошо помолился, как следует, так сказать, сделал все, как положено, по ритуалам, там, и все такое, типа, там, осознал свои, там, грехи, сказал, что я в этом году буду вообще суперкрутой, там, как надо, как бы такой буду суперверующий, ну, и что? И в этом, в этой ситуации как? — Если вы искренне это делаете, и у вас есть желание действительно измениться... — Кто оценивает это, искренне или нет? — Бог, он смотрит, он видит сердце, Бог оценивает по сердцу человека, не по внешности, не вот по нашей одежде, но он видит то, что в сердце. Если вы искренне стараетесь измениться, вы просите прощения за свои ошибки, за свои грехи, то он тогда, он прощает и изменяет приговор. — Слышите, грешники, Бог-то смотрит прямо в сердце к вам, так что не притворяйтесь, ведите себя правильно. — Спасибо, Азиз Алиевич, напомнили, грешники. Алла, давайте про атрибуты основные, да, Роша Шаны еще не упомянем, и пойдем дальше. Все-таки, да, еще раз напоминаю, что отдельно программу «Союз нерушимый» мы еврейскому Новому году посвящали. Пожалуйста, заходите на сайт эхакирова.ру, ищите архив программ, и от сентября, по-моему, 16-го и 17-го годов. Вот так как раз можно найти. — Да, да, да. — А вот скоро пойдем дальше. Итак, основные атрибуты напоминаем. Как отмечается, что делается? — Ну, вот как уже Андрей говорил, положено трубить в шафар. Я могу рассказать, как мы будем отмечать, кировские евреи. Мы будем отмечать 9-го. — В воскресенье. — Да, в воскресенье. Чуть раньше, потому что праздник начинается вечером, но где-то днем. Как положено, мы будем читать благословения. У нас есть человек, который знает. — То есть один человек читает благословения по-еврейски, на иврите? — Конечно, на иврите. — Или на древнееврейском? — Нет, он читает на иврите. Он читает благословения, на вино, на еду. Читает поздравления от главного раввина России. — Он именно обращен ко всем евреям, это поздравление? Оно или кировским евреям? — Ко всем, ко всем. Да, мы как-то так особо не выделяемся. Потом человек, умеющий трубить в шафар, будет трубить в шафар, как это положено. Но не сто раз, правда, потому что это... — Долго или громко? — Во-первых, это очень трудно. — Это трудно. — Я пробовала неоднократно, у меня ни разу не получилось, честно скажу. — Само звукоизвлечение мы имеем в виду? — Да, да, это вообще... — Процесс. — Много интересного. — Человек умеет в кирове шафар трубить? — Я знаю одного. — Да, ты знаешь, может быть, кроме движения... — Мы его знаем. — У меня есть с собой, можете попробовать. — А, у вас шафар с собой? — С собой, да. — А, кстати, Андрей, а ты умеешь? — Вы демонстрировали ведь уже. — Подожди, по-моему. — Разве мы видели? — Да, да, Андрей. — Да, да, Андрей, Андрей, Андрей. — Это урок животного. — Какая-то техника есть, да? — Барана. — Барана, простите. — Да, там как-то очень интересно. Так просто туда не дунуть. — Очень любопытная сейчас картина. — Вообще так интересно. Так правильно держит, да? — Да, да, лучше. Ну, пробуйте, пробуйте. Вот видите, Алиса Мич. — Только воздух. — О чем и речь? — Плотнее сложить губы. — Я имею в виду интересная картина с точки зрения того, что... — Вот уже немножечко звуки. — Какие-то звуки происходят, но... — Да, азербайджанец держит в руках еврейский шафар. — Это круто. — И пытается... — Это вообще круто. — Извлечь русскоязычную аудиторию, да. — Вот, вот, вот уже. — Непросто. — Ну да, непросто. Надо приготовиться, да. — Ну, интересно, да. — Да, этому нужно учиться, я так понимаю. — Ну, как всему хорошему на свете. — Да-да-да. — Спасибо. — Ну и вот, соответственно, человек у нас будет трубить в шафар. — Ну, а потом мы будем веселиться. — С традиционными блюдами, естественно. — С традиционными блюдами, да. Нарошишь на традиционное блюдо. — Кое-что мы тут попробовали. — Я понимаю ваш намек, но... — Не-не, без всяких намеков мы... — Форшмак был... — Я... — Хорош. — Вот в следующий раз, честно... — Сложно делать намеки... — Нет, я приготовлю. Я приготовлю. Просто я подумала, что форшмак вы уже пробовали. Нужно что-то такое другое, интересное. — Да. — А еврейская кухня — это процесс очень длительный, на самом деле. — Андрей, а что вам в Рошашану нравится больше всего на столе? — Мы имеем в виду как раз угощение, да? — Да, праздничное. — Рыба готовится традиционно. — Вы любите вот это вот, да? — Да. — А вообще какой элемент в этот праздник вам нравится? — Мёд. — Нужно окунуть кусочек яблока в мёд, съесть этот кусочек, чтобы год был таким же сладким и вкусным. — Да, присутствие мёда — это традиционный элемент праздника. — Да. — Это почти обязательно. — Как рыба, да? — Чтобы год был сладким, успешным, сытным. — Да. — Угу, угу. — Вот. Ну, а насчёт рыбы, что касаемо рыбы, кто съест голову, тому повезёт. — Тот будет головой. — А там у вас не происходит во время праздника драки? — А вы знаете, один раз, я один раз нашла вообще шикарный выход из ситуации. Мы заказали мойву. — Да представляете, каждый получил по голове. Это был вообще просто прекрасный праздник. — За счёт угрожающий. — Да, да, это русский язык, его можно понимать как хочешь. Каждый получил по голове, да? — Да, да, да. Вот, то есть это вообще получилось здорово тогда. — Хорошо, давайте дальше. Ещё раз с Новым Гоном, да. Давайте дальше. Суккот или Йом-Кипур? Андрей, что выбираем? — Йом-Кипур. — Я могу про Суккот. Мне больше нравится Суккот. — Хорошо. Йом-Кипур, я нашёл даты 18 и 19 сентября. Всё верно, да? — Да-да. — А с какого времени 40-дневный период отчитывается? — 10 дней там идёт от Рошашана. — И на 10-й день начинается Йом-Кипур. — Йом-Кипур. Так, поясните, что значит это слово-сочетание? Или это одно слово? В чём суд? — Переводят обычно судн-день. — Судн-день. — Почему? Вот, да, я начал рассказывать о том, что в этот период активно каются, активно просят прощения и у Бога, и у людей. Есть даже такая формула, что я прошу прощения у тех, кого я вольно или невольно обидел, и прощаю всех, кто обидел меня. — Так, подождите, недавно ведь Новый год был. Мы там просили Бога все грехи-то за год накопившиеся отпустить. И тут через 10 дней опять просим? — Нет, нет, нет. Я говорю, что это вот в течение этого периода с Роша-Шана... — С 40 дней или 10 дней? — 10 дней. — 10 дней. — 10 дней. Но весь этот период просто идёт покаяние и идёт подготовка к Йом-Кипур. Почему её подготовка такая серьёзная к Йом-Кипур? Считается, что это в этот день Господь начнёт судить мир. И это судный день. — То есть 10-й день, как это говорят, вот этого месяца, да? Следующего месяца, да? Как тишрей он, как он? — Тишрей. — Тишрей. — Будет, ну, предполагается, что именно в этот день будет судный день. И мы готовимся... — К судному дню? — Каждый год готовимся к судному дню. — Совершенно верно. — Понятно. Но самое интересное, что это общее для практически всех религий традиционных наших, ну, или как мировых религий. Потому что вот это прощённое, так сказать, воскресенье раз в год, так сказать, у мусульман, значит, Курбан Байрама обязательно, так сказать, надо обязательно попросить вот это вот прощение у всех, кому как-то вы говорите, вольно или невольно, и, соответственно, простить всех. Вот. И вот сейчас я вот от вас слышу то, что мне очень нравится, что и евреи тоже просят прощения у всех. Кстати, это зависит от того, еврей или нет, у кого ты просишь прощения? — Нет, это у всех абсолютно. — У всех, кому ты как бы считаешь, что мог? — Вне зависимости от национальности, респоведания, да. — Вот это очень здорово. Мне это очень нравится, что у каждого человека есть шанс хотя бы один раз в год попросить и очистить свою душу и попросить прощения у людей за содеянным. — Вот эта процедура, она коллективно совершается или вот это про прощение, вот это просить прощения, или может каждый у себя где-то дома, не приходя? — Это возможно дома, где угодно, можно и на совместном этом собрании делать, но, в общем-то, это индивидуальное такое дело, личное. — Ну, каждый сам решает, да? — Каждый сам решает, да. Но, в общем, суть такая, что ты готовишься к судному дню, и вот очень интересно, что у этого слова кипур и есть однокоренное слово, древнее такое понятие кипер. Кипер — это замещение. — Что имеется в виду? — А вот дело в том, что если это подводить к мессии, то мессия, который заместил нас, и он берет на себя всю нагрузку грехов, вот, то есть происходит это замещение, и те люди, которые это замещение принимают, соответственно, они освобождены от ответственности за свои грехи. И интересно, что именно в этот период считается, что Авраам, он приносил своего сына в жертву, и там тоже произошло такое интересное замещение. Вот, кстати, Шафар не случайно участвует в этом празднике, он связан с этой символикой, потому что его сын Ицхак был заменен на барана, потому что Господь, он остановил руку Авраама, он сказал, нет, не делай этого, а в жертву пойдет, вот там, видишь, баран запутался в ветвях, вот его принеси в жертву. И тогда Авраам, он соорудил жертвенник и принес в жертву заместительную жертву вместо своего сына. Это, кто понимает, это такой глубокий символ. И, к сожалению, очень много людей, они не очень вникают, в чем там была суть, они говорят, какой злобный, суровый бог, он там потребовал, вот типа поразвлекаться, проверить на посвящение, проверить своего слугу. Аврааму сказал, принеси своего сына в жертву, что такое, это безобразие, это экстремизм, некоторые говорят, вы, наверное, слышали, да? И на самом деле люди не понимают сути этих событий. Там связано вот это замещение, линия замещения, она там как раз проходит как такая история. Если возможно, я могу коротко рассказать. Хорошо, да, у нас до рекламы есть минутка еще. Хорошо, и там суть такая, что сам бог называет Авраама другом, это мы видим в Писании, и друзья, они обычно что делают? Они много общаются. И мы видим, что бог, как ни странно, вот где бог, где человек, но бог начинает общаться с человеком, вот с этим маленьким творением. Там где-то ведь статистика есть, сколько раз обращался бог к Аврааму, да? Да, там Авраам обращался, он торговался по поводу, сколько праведников должно быть в городе, чтобы город не погубили, чтобы бог не наслал казнь на этот город. Улыбаемся, да? Да, и то есть мы видим, что, смотрите, бог, который все сотворил, он общается с человеком, с каким-то створением, он обсуждает с ним, кого он там собирается наказать, какой-то город он собирается покарать, и он с человеком обсуждает это. То есть у них было общение. И вот мы видим там долгая такая линия, когда бог проводит Авраама через всю жизнь, он ему обещает сына, 25 лет потом сына нет, хотя Авраам уже в очень-очень зрелом возрасте, и Авраам всю жизнь ждет сына, он ждет с нетерпением. Потом этот сын рождается в 100 лет, происходит чудо. И вот бог говорит, а теперь ты его принеси в жертву. И практически зачем нужно было это долготерпение, зачем это все так развивалось? Потому что бог, он пытался как бы донести до Авраама, что ты знаешь, а я принесу вместо вас людей в жертву своего сына. Но вы же понимаете, что такие вещи нельзя объяснить вот так вот. Парню, которому 18 лет, у него детей нет, и ты ему «А, ты знаешь, вот я там сына своего». Это не понять. Но когда он его готовил к этому пониманию всю жизнь, вот это замещение, цена замещения, она понятна. И не случайно тогда вот эти события, они связаны с Йом-Кипур и с Роша-Шана, вот с этим периодом. — Если я не ошибаюсь, несколько раз мы историю про жертв слышали. — Ну, мы когда про Курбан говорили, почему я слушаю Андрея, мне, в принципе, все понятно, потому что эта история, она практически аналогичная. И для меня лично, вот в Курбан, потому что то, в чем Андрей говорит, что упрекают евреев, когда они рассказывают про Авраама, в том же упрекают мусульман, которые рассказывают про Авраама и его сына, значит, которого тот пообещал Богу принести как бы в жертву, если у него родится как бы сын. И поэтому мне совершенно... Да, мы об этом говорили, ну, в трактовке, в исламской трактовке. Она, ну, не сильно отличается, но тем не менее отличается. Но мне, например, все понятно. То есть я абсолютно правильно понимаю, что происходит. Когда Андрей говорит про замещение, это нужно, ну, как бы иногда даже не понять, а прочувствовать. Потому что есть вещи, которые сложно через логику слова, через понятие замещения объяснить. Потому что вот, чтобы понять, что такое замещение, надо прожить это замещение. Лично я так думаю, как верующий человек наш. Если ты не проживешь вот замещение, которое происходит, да, вот если ты не почувствуешь вот это очищение, когда ты, если ты не почувствовал в душе очищение, когда ты простил другого человека или попросил у него прощения, если ты это не ощутил внутри себя, то вот этого замещения это как раз не проходит. Это значит, оно прошло неискренне, или ты был не очень готов к этому, да? Да. Вот, и, соответственно, ты не подготовился к судному дню. Да. По факту. Вот, поэтому спасибо, что Андрей обо всем этом рассказывает, потому что, я думаю, что люди понимают, кто через это прошел, о чем идет речь. А кто не прошел, дай бог им пройти через это замещение. Да, да, да. Да, небольшая поуза у нас рекламная сейчас, после которой мы вернемся и продолжим. Еврейские праздники с сентября, сегодня мы о них говорим в программе «Союз нерушимый», Азиз Агаев. И Владимир Сметанин, и так их достаточно много. Наши гости, Алла Новикова, представитель Совета учредителей еврейской национальной культурной автономии нашего города, и Андрей Брезгин, магистр религиоведения и преподаватель Торы, и мы подходим уже к дате под названием Суккот. Вот я в интернете поискал. И это тоже в сентябре, очень насыщенный сентябрь у нас. Очень любопытная, тут прям короткая вот дана аннотация к этому празднику. Евреи на Суккот или в Суккот живут в покрытых ветками временных строениях, называемых Сукка. Сукка, правильно? Да, все правильно. В которых пируют и славят Всевышнего. Абсолютно верно. Ну и конечно, в таких шалашах я бы тоже, где пируют и славят там Всевышнего. Главное слово пируют ключевое или славят Всевышнего? Так кто во что гораст, не знаю. С 23 по 30 сентября. У меня в подсказке написано. Да, все правильно. Ну, буквально, наверное, понимать тоже, как бы, понятно, что когда ты живешь в Израиле или там где-нибудь на Ближнем Востоке, наверное, в покрытых ветками временных строениях, можно пожить в сентябре, да? Ну, сейчас-то, конечно, там. Да, конечно. Жар хорошо. Ну, не в Кировской области. Ну, хотя, вот, если брать Иерусалим, ну, вот, в Израиле ночью в это время довольно холодно. Если днем жарко, то ночью... Я был в Иерусалиме в январе, ночью действительно холодно, а днем плюс 15, плюс 17 на солнышке это нормально. Даже в сентябре? Нет, в январе. В сентябре даже, может, до 15, до плюс 15 опускаться ночью. После того, как ты попировал... Между днем... Это нормально. Это что такое 15 градусов? Это самое то, чтобы прийти утром в себя и снова пировать. Тут, между прочим, с 23 по 30 пируют. Чтобы была возможность снова пировать и славить Господа. Так, предназначение этого праздника, суть? Суть праздника в том, что Израиль выходил из Египта. Это напоминание о том, что они были странниками. Обретение самостоятельности. Да, там есть, конечно, глубинная символика, которая связана с самим понятием еврей. Это то, что еврей-путник. Он не является обитателем этой земли навсегда. Но у него есть цель вне этой земли. Поэтому он здесь всего лишь путник. Вот эти временные жилища, временные палатки, они об этом напоминают. Так разносимо. Да, также это напоминание о том, что евреи были путниками или вот этими странниками, когда они выходили из Египта. И здесь есть также такое послание, чтобы еврей всегда относился к путнику или к пришельцу с большим вниманием и никогда не относился небрежно. Бог, обращаясь к евреям, он говорит, что ты был путником, поэтому всех, кто находится в нужде, в странствовании, ты обязан принимать, уважать, заботиться о них. Слушайте, а почему был? Что, в простейшем времени говорим? Да. По сути, я сказал, что еврей, он и остается путником. То есть, ты есть путник, поэтому будешь встречать. Да, да, да. А в этом смысле, Андрей, ведь, наверное, многие себя считают как бы путником. Ну, многие верующие, верующие в судный день и так далее, и так далее, считают себя путником на этой земле. Они могут себя евреями назвать? В сути, получается, что любой по-настоящему верующий, в сути, он, можно сказать, еврей. В этом смысле природа, сущность, она одна. Я исхожу из логики того, что вы сказали, что слово «еврей» имеет семантический смысл глубинный, что ты временно живешь на этой территории, которая тебе, бог так сказать, на этой земле, все проходящее, все, чем ты владеешь, это временно, даже деньги. Ты можешь их положить в могилу, только перенести в другой мир? Не можешь. Совершенно верно. Да, и, соответственно, каждый человек, кто верит, что он временно на этой земле. Но многие обставляют свою жизнь так, даже те, кто называют себя верующими, что как-то не очень верится, что они странники. То есть, по сути, это глубинный смысл, он еще и глубже, да, Андрей? Да, да, совершенно верно. Тут богатая символика. Да, то есть можно, в принципе, можно тут как бы философствовать, рассуждать, и тогда пировать захочется еще больше и славить сего. Да, да, да. Кстати, что значит пировать-то? В прямом смысле? И тут мы спросим об этом Аллу. Как люди пируют на сухо? Соответствующим набором напитков, как отмечать, в общем, Аллу собираетесь? Потому что как славить Всевышнего, мы... Кто как может, да, Андрей? Как про напитки сразу калили, значит, интересно. Ну, не только напитки, а закуски. Да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, конечно, как вам сказать, все праздники, они подразумевают пировать, выпивать, конечно, да. Но, знаете, даже вот меня удивляет, то ли это вот, я даже не знаю, ген какой-то или что-то, даже наши кировские евреи, они могут выпить немножко. Я не видела ни одного еврея-алкоголика, на самом деле, или напившегося очень сильно. То есть пировать это, немножко выпить, как-то так. И хорошо, вкусно поесть, скорее, вот так вот. У вас какая-то очень такая ироническая... Нет, я вспомнил высказывание Амара Хайяма, который говорит, что не важно, что, сколько, да, а важно, с кем. Вот с Амаром Хайямом дело в том, что... Он тоже еврей думает. Нет, я не думаю, что он еврей, но здесь, вы знаете, да, наверное, с символикой у Амара Хайяма знакомы. Ну, говорите о чем вы. Потому что, ну, вот, например, выпивка в его стихах, она символизирует просто отношение с Богом. Конечно. То есть это не буквально, ну, не просто в радость с акоголиком написано. Да, я просто в поддержку, в поддержку того, что, как бы, он написал, что не важно где, не важно с кем, не важно сколько, как, там, с какой закуской. Ну, я не помню сейчас дословно, как бы, этот стих. Вот, а важно, а важно с кем. Важно с кем ты. То есть можно ведь и... Кто с тобой рядом, да? Важно, да. Ну, что, вернемся к Сукоту. Возможно, какие-то традиционные специальные блюда, вот, именно на Сукот, которые предназначены. Тут дело даже не в блюдах. Вообще, на самом деле, опять же, корейские евреи, для того, чтобы ощутить всю прелесть Сукота, мы уезжаем на пару дней в лес. То есть все-таки шалаш. Все-таки шалаш. Правда, мы живем не в шалаше, конечно же, на Турбазе. Палатки, ну, или там... Ну, что вы, палатки. Ну, в общем, природа. Главное, что это природа. Да. Как временное пристанище у вас. Временное пристанище. Какие-то такие, может быть, немного трудности определенные. Да, мы уезжаем в лес на пару дней. Готовим на костре. Ну, если есть желание, пожалуйста. Нет, мы и на костре тоже готовим, но, честно скажу, на Турбазе нас кормят в кафе. Но на костре мы тоже готовим. И мы строим суку, на самом деле. Вот, мы строим суку, обязательно. Украшаем. Мы, вот вся вот эта вот наша группа товарищей, человек 50-60. Да, да, да. Вы собираете ветки в лесу? Мы собираем ветки. Правда, вот последний раз был очень интересный. Когда я пыталась... Нет, ветки в лесу мы собрали, конечно, да. Но на Турбазе оказалось какое-то такое полузаброшенное футбольное поле. И когда я попросила, ребят, ну давайте хоть столбы вкопаем. Я сказал, где ты видела еврея с лопатой? Вот стоят ворота, которыми никто не пользуется. А давайте-ка мы... И это будет основание для... И это стало основанием для нашей суки. Но за ветками в лес мы таки сходили, сходили. Это тоже неправильное замещение. В общем, уважаемые слушатели, если с 23 сентября по 30 сентября вы пойдете в лес и увидите людей, которые собирают ветки непонятно для чего. И прикрывают эти футбольные ворота. Возможно, это евреи. То это суккот. Которые выехали на природу. Сэкономить силы здесь ничего неправильного. Все-таки вот замещение. Да, замещение. Но мне довелось быть на суккот в Израиле. Мы были в Иерусалиме. И вот интересное зрелище. Везде эти палатки. Вплоть до того, что на балконах, около домов. Вот эти вот шалашики. Правда, конечно, люди обычно не живут. Но считается... Ну, хотя бы, чтобы это было, да? Чтобы это символ присутствовало. Да, считается, что неплохо. Если ты можешь туда еще и туристов пустить, тоже хорошо. А вот ортодоксальные, как бы, вот те, кто... Они прямо вот живут в шалашах или нет все-таки? Или тоже замещают? Ну, большинство не живут. Это чисто символическое действие, да. Только символизм. Ну, понятно. Ну, все оценивает Всевышний. Вот так незаметно у нас время пролетело. Наши программы. Еврейские праздники с сентября. Андрей, можно вас попросить все-таки в инструменты напоследок? Получится? Ну, у нас уже традиция складывается, потому что в прошлый раз... Надо. Азиз Алич пробовал, но не получилось. Ну, тренироваться, конечно. Ну, тренироваться надо. Да, и так, пожалуйста, в честь Еврейского Нового Года. Почувствовали, да, что где-то там внутри вот резонирует даже, да? Он внутрь пробивается. И вот теперь я знаю двух человек, которые умеют... Вот видите, а вы про одного говорили. Вот. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. Алла Новикова, Андрей Брезгин. Ну что, будем дальше следить за календарем праздников. Спасибо вам за приглашение. Не последняя наша встреча. Спасибо, всего доброго. До свидания. Союз Нерушимый